Вопрос из Москвы. Когда я слышу то, что говорят каббалисты и первоисточники, как они говорят о пропасти в их просьбах, и к чему я должен стремиться, когда я их слышу? — Нам кажется, что то, что каббалисты делают, это нечто непрактичное, это выше человеческих сил, и это действительно так. — Но я скажу только одну вещь. Что можно еще чем-то заниматься в жизни? Нет? — Действительно, это тяжелая работа, действительно, это работа, которую мы не в состоянии сделать, и она не для обычных людей. — Все это правильно, правильно, правильно. Однако только с помощью того, что мы принимаем это на себя и отчаиваемся и продолжаем, тогда мы получаем исправление, и врата небес раскрываются. Больше нечего делать. Небеса раскрываются, открываются. Только человеку, который полностью находится в отчаянии, разочаровался во всем, отчаялся во всем, что у него нет никакого шанса прийти ни к чему, и все-таки после этого ничего, он говорит. — Но я продолжаю. И тогда, если он продолжает, он продолжает не из своего желания получения, и тогда он удостаивается ответа от Творца. — Вам нужно понять эту точку, этот пункт, что только после того, как я полностью отчаиваюсь, то есть нет у меня никакого шанса, никакой надежды, ничего нет у меня. И я все-таки прошу, и не для себя. Тогда моя просьба действительно ради отдачи, и свет светит.